В этом видеодневнике мы сможем лично познакомиться с легковесом UFC Дональдом Сероне. Мы узнаем из чего состоит жизнь ковбоя, когда он проведет нас через свою неделю. Мы увидим его жизнь вне восьмиугольника в программе UFC со всех сторон. Субтитры создавал DimaTorzok Я хожу туда каждый день, и это очень влияет на мое состояние. Я могу сказать, что я всегда держусь готовым в плане своей выносливости и общего состояния, и зал или вейт мне в этом очень помогает. Так, теперь давай в эту позицию. Толкает все сильнее и сильнее, прямо в сломанное ребро. Ну что ж, ребятки, охота на уток, это будет твой первый раз, а тебя я уже брал в прошлом году. Покупаю ружье для своего маленького брата, поохотимся на уток. Бабушка была дома некоторое время, и вот приехала, привезла с собой маленьких братьев. А сезон охоты на уток открылся как раз в прошлый четверг. Так что время пришло, и эти парни готовы, и они очень рады. Вам, ребята, нужно быть очень осторожными с этим. Частенько, когда покупаешь огнестрельное оружие, это дело откладывают, приходится ждать по паре недель, пока тебе позвонят и скажут, чтобы ты мог его забрать. Но пушка нужна была прямо сейчас, поэтому бабушка приехала с нами. Ради меня моя бабушка сделает все, что угодно, так же, как и моя мама. Если бы я вдруг позвонил бы бабушке и сказал, что мне нужен порно-журнал, она бы купила бы его и привезла мне, без всяких сомнений в голове. Я говорил, это не для меня. А мне отвечают, ага, да. Это человек, которому я бы в первую очередь позвонил, если бы меня, например, арестовали, я бы позвонил бы бабушка. Принеси деньги, нужно выплачивать залог. Место, куда мы отправимся на охоту, что-то вроде заповедника для уток. Там недавно было наводнение, поэтому я не уверен, насколько там глубоко. И чтобы я случайно не завез своего брата в какую-нибудь дыру, я решил съездить и проверить, насколько там глубоко. Я не планировал на этот день никакой охоты, я просто решил съездить на своем багги и проверить, насколько там глубоко, чтобы распланировать все на среду. Мое крутое багги. Мы разгрузились, поехали вниз проверять и вниз спустились как сумасшедшие. А вот дорога назад, наверх, это уже будет поинтереснее. Иногда бывают из-за этого проблемы. В общем, багги пришлось оттуда вытягивать, и это был тот еще опыт. Я провел где-то час-полтора, пытаясь подняться оттуда наверх. Багги прицепили к большому внедорожнику, оно немного пострадало, но в целом все хорошо. Две шины лопнули. Давайте раз, два, три. Я уже начал подумывать, оставлю ли я багги там, или все-таки затащу в кузов. Вторник, 4 ноября 2014. Мне уже давно была пора сходить к стоматологу, уже давно была проблема с зубом. Хотел прийти пораньше, но у меня такое сумасшедшее расписание, постоянно приходится где-то находиться. Ну что ж, когда ты вернешься, в воскресенье? Да, в воскресенье. Мне нужно приложение в телефон, которое будет постоянно меня предупреждать, если я что-то запланировал, потому что я частенько планирую что-то, а на самом деле на это время уже что-то было и раньше. Те места, откуда я родом, отличаются от тех мест, в которых я живу сейчас. Поэтому для меня так важно было найти такую территорию, это ранчо. Мне помог с этим дедушка. Он нашел это место, внес первичную оплату за него, и вот так вот я получил собственность, которую я так обожаю. Это Шерли, а это Барни. Я могу здесь делать все, что угодно, для меня это настоящий дом. Я могу делать действительно все, что угодно. Я могу стрелять, могу ездить на своих лошадях. Так, вот они, мои детки, начинают обрастать. А че это у тебя тут все разбросано, почему не ешь? Я этим наслаждаюсь. Моя бабушка говорит, что за такую жизнь я должен быть каждый день благодарным. Будучи в UFC, приходится частенько обследоваться. В этот раз все прошло очень быстро. Так, это мой нос, да? Ага, вот здесь вот, с правой стороны. В этот раз нужно было просто выяснить, откуда идут проблемы. Я тебе сейчас покажу, что не так. Технологии так продвигаются, скоро можно будет вообще все в теле вылечить. Я люблю охоту на птиц. Ты пытаешься обхитрить уток, чтобы утки вылетели в нужное время. Пятое ноября 2014-го. Нужно было встать очень рано. Потому что перед охотой нужно рано приехать, чтобы все установить, да и ехать от раньше туда 2 часа. Нужно все собрать, все приготовить, чтобы днем можно было спокойно заниматься делом. Так, ружье, твое ружье. Слушай, всегда будь внимателен с дулом. Всегда держи его кверху. Потому что нельзя, чтобы оно упало в землю и засорилось. Сколько времени? Я думал уже солнце встанет. Холодно. Так, все, готовы? Я особенно люблю охоту на птиц. Для меня это всегда очень интересно. Потому что ты пытаешься обхитрить утку. Это как спорт. Это как спортивная охота. Ты пытаешься как бы вызвать уток. Чтобы они вылетели в нужное время, нужно быть очень внимательным, как именно они будут облетать тебя. Нужно, чтобы они подумали, что на земле тоже находятся утки. Чтобы они не успели разлететься по разным сторонам. Это настоящая игра, в которой нужно подумать. И для меня это всегда было очень интересно. Так, погоди, погоди, еще рано. Я хочу точных выстрелов. Смотри внимательно на двенадцать. Подлетают. Так, вон из-за облаков. Пятнадцать. Пятнадцать уток. Пятнадцать. Посésteln! Пиш flee. Пятнадцать утро. Пятнадцать утро. Пятнадцать утро. Пятнадцать утро. Неплохо сегодня все прошло Наши игры в этом закрытом футбольном поле Это как секретная тренировка Меня всегда окружают мои напарники И это еще одно занятие, которое помогает нам Одновременно и повеселиться И заняться полезным делом Но больше мы к этому относимся как к веселью Обычно летом мы на улице Но сейчас похолодало И поэтому мы просто сняли закрытое футбольное поле Скайджамп Ковбой Сирони Три, два, один Четверг, 6 ноября 2014 Встал пораньше, нужно лететь в Вегас Возвращаясь в тот же день Часто бойцы жалуются на это Нужно ездить туда, сюда Ну так вы уже разберитесь в своем расписании Планируйте все как надо Им это не нравится Но если бы мне сказали, что я в ближайший месяц Смогу слетать в разные страны, в разные города Да, то я бы был просто счастлив Потому что для меня это действительно интересно Так я живу, я живу на высокой скорости Без остановок Конечно, это мои обязанности Но мне это нравится Но все, добрался со стилем и вовремя Я знаю Дэйва Шуллера уже довольно давно Он занимался моим пиаром, когда я еще был в WC И я помню, как уже в то время мы летали по разным городам, раскручивали бои Я помню, как тебя спонсировал местный магазин в Альбукерке А теперь, посмотри-ка, Бадвайзер, фирма, занимающаяся баги, энергетические напитки Мы с Дэйвом частенько ездили куда-нибудь, как по делам, так и просто так У нас хорошие отношения Я крестный отец двух его дочерей Такой вот тоже есть факт Какой у тебя будет следующий бой? 3 января здесь в Вегасе Против Майлса Джури Ты на сколько здесь? Да я всего на пару часов Мне нужно будет сегодня ехать на автограф-сессию, на мероприятие Ты теперь много где отрабатываешь? Да, я проиграл спор И кроме того, я теперь не могу ничего делать за 10 дней до боя Абсолютно ничего Привет, как поживаешь? Ты глянь-ка, насколько это круто Так, у тебя сейчас будет сессия? Да, в 11 А у тебя когда? Да, мне нужно будет пойти на стенд, где энергетические напитки Да, теперь все занят Да, нелегко Привет, как дела? Мне все это очень приятно Мне это нравится Потому что я обычный человек, который занимается спортом, который другие люди любят смотреть Меня особенно впечатляют люди постарше, которые подходят и говорят Мой внук, моя дочь, они твои фанаты, но я, я вообще ни одного боя не пропускаю Насколько это круто Они держат в голове все эти истории И все, что я говорил, я сам многого не помню Они все это знают Все мои бои В любом случае, ты бьешься так, как только ты умеешь Да Кому расписаться? Джеймсу Ага Давайте вот так Спасибо Я этим действительно наслаждаюсь Я думаю, я могу приходить на автошоу, как специальный гость Люди хотят со мной сфотографироваться Какая же у меня жизнь Мне это действительно так нравится Я спрашивал у Мэска из Тэп Аут Почему ты так вовлечен во все это? Откуда у тебя такая страсть к своему делу? А он сказал мне Если я смогу поговорить с 50 людьми И хотя бы одного человека задеть В лучшую сторону изменить его жизнь То я к этому буду стремиться И мне это ударило в голову И я подумал, точно Если я могу изменить жизнь одного человека Хотя бы улучшить его настроение То этим я и буду заниматься Если они будут делать из-за этого что-то хорошее Вся моя философия строится вокруг этого Вставай каждое утро и пытайся затронуть хотя бы одного человека Может быть он хотя бы мяч попинает из-за этого какое-то время Поэтому для меня встречи с фанатами это всегда великолепно Но в целом Жизнь, которую мы проживаем Вот что самое лучшее О, привет, Ковбой, какие люди Здорово Так, слушай Чем сегодня планируешь заняться? Мы сейчас скоро пойдем на скайджампинг Ты не хочешь? Нет, мне работать нужно Я тебя тут буду прикрывать Скайджампинг Итак, Дональд, сейчас небольшое приветствие для нас Итак, это Дональд Сирони И сейчас ему предстоит прыжок Прямо с вершины стратосферы в Лас-Вегасе С высоты 855 футов 45 миль в час за 17 секунд Как тебе? Я бы хотел, чтобы было немного побыстрее Но и так неплохо Итак, Ковбой Сирони, 3-2-1 Так, немножко вперед Хороший прыжок Что-нибудь хочешь сказать на камеру? Дальше надо на бейсджампинг поехать Мы на Наскаре Это просто великолепно С самого начала до сегодняшнего момента Это так круто 7 ноября, пятница Для начала нужно потренироваться 27, 27, слышишь, Фрэнк Так, теперь давай медленно Такая жизнь у меня Постоянно что-то надо делать Постоянно надо куда-то ехать Но при этом нельзя забывать о тренировках Поэтому неважно, где бы я ни находился Я всегда найду место, в котором можно потренироваться Всегда нужно посетить зал Когда я где-то далеко, я хочу сюда вернуться Но когда я приезжаю сюда, я вспоминаю, что я ненавижу это место Моя Линдзи В первую очередь, очень привлекательная девушка Я встретил ее в Амариле, Техасе На ночном родео Она привыкла к моему стилю жизни Ее совершенно точно нельзя никак обидеть или унизить Если вдруг что-то случится, она с этим справится И она знает, что делать И она всегда наперед знает, чего ожидать от меня Она прекрасно это понимает Я часто проезжаю здесь по дороге в Вегас По пути встретился вулкан И там ледяная пещера Конечно же хочется посмотреть Поэтому мы остановились Решили немножечко передохнуть Развеяться Но тут оказалось, что сегодня пещера закрыта Для посещений Да ладно? Ну может быть мы все-таки сможем туда зайти? Да нет, она закрыта Ну в общем решили проверить на всякий случай поточнее Она действительно была закрыта Ну что ж, в таком случае мы решили перебраться через ограждение И все-таки посмотреть, что там Пещера и все остальное было примерно тем, что я об этом и представлял Затем мы вернулись Появились рейнджеры Которые ждали нас около входа А что, здесь сегодня парковаться нельзя? Иногда бывает только интереснее от этого чувства Когда ты понимаешь, что вроде бы тебе сегодня не нужно здесь находиться Вроде бы и нельзя Но это просто веселье Мы прибыли в Феникс чуть позже, чем планировали Потому что один раз не туда повернули Так что если вы захотите узнать все маленькие города в Аризоне Я могу вам рассказать, где там покушать по пути Мы прибыли в Феникс И я буду смотреть на то, как мой друг Кевин будет участвовать в одной из последних гонок сезона Кевин Харвик большой фанат UFC Нас связывает его менеджмент фирма, на которую я сейчас подписан Как только я начал работать с Кевином На моих футболках сразу появилось столько новых спонсоров Budweiser Easy Go Вы понимаете, о чем я? Это просто что-то невероятное для меня И вот я на Наскаре Это невероятно, если взглянуть на то, откуда я начал И куда я в итоге прибыл в данный момент Это отличный путь Я всегда думаю об этом Раньше я всегда очень волновался за свои деньги За свой аккаунт в банке Хватит ли у меня денег на следующий день Все эти проблемы сейчас Остались в прошлом Так, мы номер один Номер пять, по-моему Нет-нет, посмотри, посмотри на это табло Там написано номер один Так приятно ощутить то, что вся работа Все мои труды В итоге Отплатились Я никогда не думал, что я буду вот так вот сидеть перед вами И рассказывать все это по телевизору Если бы меня спросили 10 лет назад, что я буду делать через 10 лет Я бы, скорее всего, сказал бы, буду лежать и пить пиво А теперь я сижу перед вами В студии Наскар Сижу в футболке Бадвайзер И рассказываю все это Пару моих друзей говорят мне, что я не тот, что был раньше Что я перестал им звонить Что во мне многое изменилось Я им до этого не говорил, но теперь я им скажу через экран Вы, ребята, и 10 лет спустя занимаетесь той же чертовой работой, что и после школы А я же хочу быть дальше наверху Я хочу продолжать свой путь Я еще не закончил Я хочу быть на вершине Я хочу ходить на верх Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Ваши Продолжение следует...